Впервые в России украшать дома к Новому году еловыми ветками стали по указу Петра Первого. Позже сложилась традиция праздновать Рождество, наряжая ель и проводя детский праздник. Но забава эта оказалась недешевой, поэтому доступна лишь богатым. Но было время, когда ель оказалась и вовсе под запретом. После революции этот обычай назвали антисоветским и поповским. Но лишь в 1935 году в СССР решили вернуться к этой традиции, правда, сделав ель не рождественской, а новогодней. Новый год без елки сегодня и не представишь. И многие по привычке выбирают лесную красавицу. Вот только насколько в этом году гуманно ставить на праздник живое дерево. Ведь этим летом пожар уничтожил сотни тысяч гектаров леса. Новогодние деревья вырубаются в тех местах, где это необходимо по нормам пожарной безопасности. То есть делаются противопожарные разрывы, либо это под линими лэп, то есть получается такая двойная польза. И как бы прокладываются минполосы, убираются деревья, которые в следующем году могут представлять пожарную опасность. Ну и людям к праздникам эти деревья идут тоже по низкой цене. Мы решили спросить у горожан, будут ли они в этом году украшать елку на Новый год. И какое дерево выберут. Будете украшать в этом году елку на Новый год? Ну конечно. Какую выберете, искусственную или настоящую? У нас искусственную. Давно? Ну уже лет пять, наверное. Почему решили купить искусственную ель? Ну жалко натуральные деревья, настоящие елки. Искусственную. Почему? Ну по обстоятельствам. По каким? По площади, если маленькая площадь, куда ее стать, ежеместо надо. Обязательно. А какую предпочтете, искусственную или настоящую? Настоящую. Почему? Ну у меня растет. Во дворе? Да, во дворе. Ее буду украшать. У меня есть уже искусственная, но в другом месте у меня два дома. В другом буду ставить настоящий запах. Очень важно. Право на заготовку новогодних деревьев имеют только индивидуальные предприниматели и юридические лица по результатам аукциона. Агентство лесного хозяйства уже провело два. Теперь очередь за администрацией города. Жители нашего города могут приобрести хвойные деревья после 7 декабря, после проведения аукциона. Сезонные торговые объекты, в том числе при реализации товаров новогоднего ассортимента и хвойных деревьев, размещаются на основании схемы размещения. В итоге будут определены около 20 торговых точек, где можно легально приобрести новогоднее дерево. Цена сосны будет начинаться от 250 рублей, ель дороже от 350. Причем к каждой лесной красавице должны прилагаться документы. А всех, кто отправится за елкой не на рынок, а в лес, будут штрафовать. Будут проводиться рейды, ставятся посты на дорогах, проверятся документы, откуда везется елочка, если какие-то удостоверяющие документы. Срубив такую вот сосенку небольшую до метра, можно получить штраф 1500 рублей и также дополнительный будет штраф для граждан от 3 до 3500 рублей. Одноя лета 5000 рублей ее административно оценили, а с точки зрения экосистемы, может быть, цена ее и значительно больше. Поэтому тоже наша просьба все-таки действительно отнестись с пониманием к нашей ситуации, сложившейся здесь пожарами. И все-таки на законных основаниях провести эти новогодние праздники и подарить праздник своим детям, своей семье. Аюна Чертарова, Вячеслав Батуев, Первая, Альтернативная.